Так, продолжим. Сейчас мы будем делать распределение вот этого басинового лицелия в объеме вот этого лицелия. Итак, для этого нам будет необходимо, что здесь визуально видно через самую въемку, вот само зерно, нам нужно его будет просто распределить в этом объеме. Единственная поправка после вот этих манипуляций, нужно поверхность, на которой мы будем делать перемешивание, ее нужно высушить, чтобы она была сухой. Вот единственная такая осторожность, и то же самое делать сразу с этими мешочками, подсушить, или салфеткой, или полотенцем. Я рекомендую не использовать посольное полотенце, или другие приспособления бумага в этом рулоне, она все-таки более чистая, чем какие-то другие материалы. Для чего нужно высушить эту поверхность? Единственный такой неблагоприятный фактор, который может случиться в этом процессе, это замокание этого бактериального фильтра. И если он намокнет, через мокрый бактериальный фильтр, внутрь может проникать инфекция. Для этого, чтобы этот фактор устранить, мы просто вытираем поверхность. И дальше соглашаем этот фактор. Значит, секундская задача, которая стоит в этом процессе перед нами, это максимально равномерно распределить порцию вот этого лицелия в этом объеме субстрата. И вот видите, что я раньше говорил, не стоит спешить делать большие блоки. Даже вот этот небольшой объем, 2,5 килограмма, это будет небольшой глачок, сейчас мы его сделаем. Ну, есть определенная трудность при перемешивании вот этого длина. Если бы мы сделали этот блок еще немного больше, то возможности перемешать его вместе с мицелем у нас бы вообще не было. Поэтому делаем... Само перемешивание нужно сделать так, спокойно и без фанатизма. Иначе, если мы будем очень долго мешать вот этот субстрат и мицелий, мицелий просто из зерна может стереться и у нас получится, что будет очень долго зарастать вот этот грибной блок. Теперь, сейчас мы будем формировать приблизительно, я думаю, этого перемешивания достаточно, мы будем формировать вот этот грибной блок. Итак, смотрите, что мы будем делать. Нам нужно определить таким образом, чтобы вот этот грибной блок попал в область вот этого бактериального фильтра. чтобы максимально субстрат мог внутри, то есть не субстрат, а мицелий, которые находятся внутри, мог дышать. Для этого мы вот здесь подгибаем вот таким вот образом и таким способом начинаем формировать грибной блок. Мы его определяем в область вот самого фильтра, здесь немного его теперь уплотняем, вот так вот уплотняем, и еще немного уплотняем, и еще немного уплотняем. Вот, у нас получается вот такая прекрасная конструкция. Дальше мы делаем, ну здесь нам понадобится скотч, мы делаем вот такой межоприятие. Мы сейчас будем делать из этого кончания небольшой конвертик. Этот конвертик нам в будущем пригодится, особенно это важно для таких грибов, как королевская вешенка. Если простую вешенку или грибы шейтаки мы будем выращивать потом без этого пакета, они растут просто на открытом воздухе, этот полиэтилен придется снять, вот, или делать надрезы в нем для обусторенной вешенки, то для королевской вешенки она будет произрастать внутри этого пакета. Сейчас я объясню, как это все будет происходить. Вот. Просто закрепляем вот этот конверт и таким вот скотчем. И теперь дно поднимаем более красиво. Да, если у них какие-нибудь появляются, их можно, потому что он был более квадратный. И стойкие мы эти углуки тоже заклеим. Так, и теперь осталось. Бактериальный фильтр позволяет выпустить лишний воздух. И вот таким вот образом у нас получается вот такой вот блок. Ну, вообще, вы можете вот эту штуку, этот остаток полиэтилена, свернуть вот таким вот образом. Я для этой цели применяю, где же моя, волшебная палочка. Палочка-выручалочка. Палочка-выручалочка где-то спряталась. Сейчас мы ее обнаружим. Так, нашлась наша палочка. Выручалочка. Ну, это незамысловатая палочка-выручалочка, но она позволяет делать одну очень такую манипуляцию по уплотнению вот этого блока. Вручную это сделать не так просто. Значит, мы наматываем вот эту полиэтиленную палочку. Это где-нибудь принципиально. Если блок будет немного стартее, это лучше для блока и для гривобода. И главное, что мы освобождаем одну руку для того, чтобы взять вот скотч и уже закрепить целлофан, ну, с образом. Вот, теперь поворачиваем в другую сторону и спокойно себе поднимаем. Вот. Ну, этот блочок как пластилиновый. С него можно сделать любой объем. Вот. В дальнейшем, если это касается, мы только что делали посев. Да, этот блок, это была королевская вешалка. Вот в дальнейшем нужно сделать вот таким вот образом, чтобы было простое льго. Вот так вы его помещаете в теплое место. Теплое место, это означает где-то градусов 19-20 температуры. Это комнатная обыкновенная температура. И ставите его на инкубацию приблизительно за две недели. Этот блок должен стать вот такого цвета. И под пленкой вам будет видно, что, здесь даже на мицелии видно, что начинают образовываться небольшие примордии. Примордии это, ну, такие маленькие грибы, из которых дальше будут большие грибы. Вы делаете следующий образ. Следующим образом я покажу пока вот на таком, ну, на том страте, который мы приготовили. Вот, сразу сделаем сейчас из него конвертки. Ну, вот так. Вот здесь было заклеено скотчем. Здесь мы делаем то же самое. Вот, ну, и скажем, здесь у нас тоже было заклеено. Вот этот блочок у нас, да, сформированный. Ну, это чуть поплотнее, конечно. Значит, когда он побелел, и вы видите, что уже образовывается примордий, вам необходимо будет сделать одно мероприятие. Вы аккуратно, сначала снизу, освобождаете этот полиэтилен под скотчем, расправляете его, потом делаете то же самое сверху. Освобождаете его. И сам блочок поднимаете и вот таким вот образом помещаете на дно этого пакета. Это сейчас речь идет о вешенке королевской. Это гриб, который будет произрастать внутри вот этого полиэтиленового пакета. Вот таким образом он не будет излишне терять влагу, и грибочки себе будут произрастать внутрь этого пакета. Как производить сбор? В дальнейшем вы срезаете вашу завязку, сматываете полиэтилен, собираете урожай, поднимаете и завязываете снова. И оставляете на некоторое время. Когда блочок немного отдохнет, раны после сбора урожая затянутся, и пойдет следующая волна урожая вот этого блока. Таким образом можно собирать 3-4 волны королевской вешенки. На вопрос, чем отличается королевская вешенка от обыкновенной вешенки. Разница в том, что королевская вешенка, или ее по-другому называют белый степной гриб, это гриб, по вкусу напоминающий боровика или белого гриба. Вот это относительно королевской вешенки. Та же самая, по тому же принципу мы делаем и блок для шиитаки, только в шиитаке он внутри пакета не будет произрастать. Мы в дальнейшем, когда снимать пленку, вся разница между шиитакой и королевской вешенкой, что инкубация у шиитаки будет немного дольше, и если здесь за 2 недели блок будет колонизирован с шиитаки, то с королевской вешенкой он будет колонизирован за 2 недели, то шиитаки это будет приблизительно через месяц. Когда же снимать пленку? Да, нужно отметить, что в процессе его созревания вы будете видеть, что на самом мицелии, после того белого такого вот периода, будет появляться период, когда будут появляться коричневые пятна, которые в дальнейшем будут становиться черного цвета. Это не означает, что это какое-то заболевание, это процесс образования полифенолоксидазной оболочки вокруг блока шиитаки. Эта оболочка будет защищать в дальнейшем этот блок от пересыхания, от болезней, и будет позволять грибам вырастать на этом блоке. Значит, да, и обязательно грибы после этих всех манипуляций, вот этих грибных блоков на начале, они будут выглядеть одинаково, чтобы вы потом не перепутали, что это вы садили, то здесь вы делаете пометку. Ну, это будет, например, королевская вешенка. Ну, на королевской вешенке, например, вот этого я буду рассказывать о шиитане. Значит, когда через месяц вот эти будут коричневые пятна, и вы увидите, что под пленку уже начинают пробиваться первые грибы, они будут просто реально расти вот под пленку, и вам, когда их уже станет жалко, и захочется выпустить их на свободу, вы берете аккуратно ножницы или ножик, аккуратно снимаете так, чтобы не повредить вот эту оболочку, аккуратно снимаете полиэтилен и снимаете его полностью, и блок ставите в любое удобное для вас место, только не... это может быть подоконник, подвал, на улице просто в траве, только не ставить на прямые солнечные лучи, чтобы этот блок не перегревался и не пересыхал. И еще один момент, если вы будете делать такой вот блок для обыкновенной вешенки, здесь все точно то же самое, все предварительные, все процедуры те же. Обыкновенная вешенка колонизирует этот блок приблизительно за две недели, где-то уже к тому времени начнет, может давать урожай. Значит, после того, как вы смастерили вот этот блок, есть бактериальный фильтр, она свободно себе будет дышать, некоторое время она может находиться в таком вот положении. После того, когда она будет полностью побелеть до вот такого вот состояния, нужно будет сделать для обыкновенной вешенки, блок желательно сделать не вот таким вот образом, что он стоит на широкой, а сделать вот чуть его плотнее с одной стороны, чтобы он рос в длину, потому что грибочки, она почему, вот вешенка название, потому что она вешается на деревьях, поэтому мы назвали ее вешенка. Она будет висеть с боков, поэтому делаем блок вот таким вот образом и с каждой стороны, обработанным предварительно лезвием ножа, делаем надрезы по полтора-два сантиметра. И этих надрезов сделайте вот в шахматном порядке, например, я покажу маркером, как это делать. Вот, например, вот это у меня нож. Сделайте их вот таким вот образом. Вот здесь делали три, здесь делаем три, например, по одному с одной стороны, по одному с другой стороны и, например, вот сверху. Вот, особо расширять и давать там места им не нужно. Грибы, поверьте, что они сами знают, что им делать. Они сами найдут вот это пространство, потому что здесь будет кислород, и в тех местах, где кислород попадает в этот блок, будет возможность для их произрастания. Первично начнутся приморгии. Это будут такие белые образования, похожие на творог. Они будут образовываться вот в этих разрезах. В дальнейшем из этих образований будете видеть, как появляются маленькие серенькие головочки. В этом периоде единственное, что будет полезно для этого блока, вы можете взять распылитель с водой, и для того, чтобы они не пересыхали, их несколько раз в день можно вот так вот опрыскивать, для того, чтобы вот эти приморги оставались постоянно увлажненными. Избытка переувлажнить их нельзя, а вот они очень чувствительны к пересыханию, поэтому нужно следить для того, чтобы они не подсохли. И в дальнейшем, когда уже появляются головочки, на этом этапе уже самой вешенке ничего не страшно, она уже не пересохнет, и грибочки обязательно вырастут. Вот такой способ для изготовления в домашних условиях вот таких вот блоков разных видов грибов. И большого развития, скажем, вот такое грибоводство не набирает, потому что нет такой однозначной и достоверной информации в интернете, и из-за того, что у него противоречивых каких-то фактов, люди просто не знают, что с этим делать, поэтому такие направления не развиваются. Для этого я специально работал над теми моментами, как сделать этот процесс доступным для каждого человека, который интересуется таким вот видом досуга. У каждого есть свои определенные какие-то хобби, да? Кто-то занимается выращиванием цветов, кто-то занимается рыбалкой, и не всегда эти мероприятия люди делают с какой-то целью, например, только, наверное, 90% людей, которые едут на рыбалку, это не из-за того, что не хватает кушать, они едут непосредственно добывать рыбу. Они едут на рыбалку из-за совсем других каких-то целей. Точно то же самое касается выращивания комнатных цветов, и в какой-то степени это касается выращивания и домашних грибов. Только в отличие от комнатных цветов, это не только занятие, это не только досуг, но в то же время это еще и полезнее. И если у вас они будут вырастать, вы можете делать из них какой-то салат, они будут заряжены вашей энергетикой созидания, и эти грибы будут во много раз полезнее для вас, чем любые другие грибы, которые вы можете найти в природе. И 100% что вы будете уверены в таком случае, что этот продукт для вас экологически абсолютно чистый, потому что, как вы видели, сюда кроме мицелия, больше никаких добавок не вносится. Все любые другие добавки, они будут только снижать урожайность вашей грибы. Вот, в принципе, и вся информация, которая касается вот этого вопроса. Если по ходу я... А, да. И еще относительно я хотел сделать еще один год. Еще осталось вот один такой момент. Вот те... Те блоки, которые мы сделали. Вот этих два. Вот. В эту емкость помещается искрит. Мы помещаем их таким образом, чтобы вот этот бактериальный фильтр был внутрь, чтобы он не прикасался к стенке и был не увлажен. Тогда мы поставим вот эти три блоков в эту емкость. Вот эти козырьки и заворачиваем вот так в центру, чтобы влага, которая будет стекать, не попадала на бактериальный фильтр. И после этого просто накрываем крышкой. И в дальнейшем ставим на подогрев, на газ. Я уже сказал, что сначала разогреваем до кипения, когда пойдет пар, газ снижаем максимально на небольшом вот таком, чтобы происходило кипение. Выдерживаем три часа, после этого выключаем, остываем. Остываем до следующего дня. И на следующий день можно приступать уже к кинокуляции. Вот, собственно, и все по этому вопросу. Если какие-то моменты я упустил, пожалуйста, пишите на канале, обращайтесь в комментариях, задавайте вопросы. Постараемся на них ответить. Если будет необходимость в более каком-то полном освещении, сделаем еще дополнительно видеоматериал, чтобы ответить на все ваши вопросы. С уважением. Я Макс Айлер на канале Fanny Mashaun School. Спасибо. 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 Спасибо.